Мы привыкли видеть классический образ повара именно вот так. Но на самом деле это вчерашний день, потому что сегодня мы предлагаем более удобный вариант. Униформа, которая вдохновляет, как диплом врача помог изменить образ поваров и докторов. Многие рассматривают фэшн-бизнес как такую сугубо творческую направленность, сугубо креативную и забывают о бизнес-составляющей. Кодажи у нас идут, а с прибыли у нас, конечно, не очень. Овощи в миниатюре. Развивающие игрушки от молодой мамы. Испытано временем, как жители Ламаты строят бизнес на веревках кочевников. Данный проект, чтобы запустить, я вначале брал кредит, небольшую сумму, чтобы купить сырье и так далее, и запасные части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свекла. Умница. Вот, молодец. Тыква. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шинар Арманбекова за то, чтобы игры помогали познавать окружающий мир. С недавних пор молодая мама мастерит полезные игрушки. Для начала самое легкое – это мы лепим картошку. Для этого нам нужна полимерная глина, она выглядит как пластилин. Это белый, желтый и коричневый. Когда ребенок играет с овощами, у него есть в игрушках звери. Звери. Корова, обезьянка, например, волк, медведь. И мы дадим обезьянке банан, корове капусту. Все в точности такое же, только размеры меньше в несколько раз. Миниатюрными арбузами и лимонами кормить кукол дочки могут с утра до вечера. И почему бы это не продавать? Соседи меня тоже через социальные сети, конечно, видят. Они сразу – это ты делала, это ты, это правда, это не в маленьком виде. Это действительно сразу тоже такие вопросы. Правда, пока от славы толку для бизнеса никакого. Не продаются продукты. Продажи у нас идут, а с прибылью у нас, конечно, не очень. Шинар не унывает. Ее арбузы, кабачки и морковь не портятся, да и места занимают немного. Вместо склада и холодильников – пластиковый органайзер. Почему я именно захотела на дому? Потому что у меня двое детей. И чтобы и мама была рядом с детьми. И чтобы интересно было. Чтобы могла я в любой точке все это сделать то же самое. На каждую тыкву нужно полчаса. Лепка занимает все свободное время. А с двумя детьми его не так уж и много. Хорошо, что есть интернет и образование художника. У меня всегда было вдохновение. Я и рисовала, я еще хорошо рисую. Я все это хотела дать своему ребенку. Вместо бизнес-плана – женская интуиция. Редко подводит. Хотя сомнения тоже были. Вообще я начала думать в том году. Это также весна была. Я просто подумывала, надо начинать, не надо. Денежные средства – это мне дал мой муж. Осталось раскрутить полимерный товар. Дальше и мастер-классы можно проводить по лепке овощей. А пока маленький бизнес на стадии роста. Учился я на стоматолога. Первого выше я получил. Второго выше я получил экономика. И потом пошло-поехало в бизнес образования. С диплома стоматолога все и началось. Неравнодушный к образу врача Расул Касымбеков мечтал, чтобы медики были модными. В 2012 году я открыл магазин модной медицинской одежды. Мы представляли в Казахстане 12 американских брендов, один итальянский бренд. И создали свою собственную торговую марку, которую производили на базе ателье, принадлежащего моей маме. На тот момент нам казалось, у нас эта ниша еще не так занята. И мы решили в этом направлении работать. Дина Касымбекова, мама Расула. Когда сын устроил в ее ателье мини-фабрику, нашла, что предложить. Так появились стильные кители и фартуки для барменов и поваров. Мы привыкли видеть классический образ повара именно вот так. Но на самом деле это вчерашний день, потому что сегодня мы предлагаем более удобный вариант. Я вот так встану, короче, а он вот так встанет. А ты вот так встань. А я вот так встану. Мы ходили и спрашивали людей, что ты хочешь, чтобы было в этом кителе, как он должен выглядеть, какие карманы где должны находиться и так далее. Путь к потребителю Расул сокращает. Успех решают корпоративные заказы. Раньше я это называл сарафанное радио, а сейчас это умно называется нетворкинг. Когда ты создаешь деловые связи, и уже через эти деловые связи, через нужных людей распространяешь нужную тебе информацию. На ткань приходится половина себестоимости продукта. Если бы не импортное сырье, маржа была бы выше. Но казахстанский текстиль далек от нужных стандартов. Приходится покупать в Южной Корее, Китае и Нидерландах. И бизнес-поиски не прекращаются. Это образцы. Мы их испытываем. Смотрим, как реакция покупателей, наших заказчиков есть. У нас любимчики, которые хотят видеть все новое и новое. Сегодня униформа, которую создает Расул, продается в России, Европе и Америке. Оборот компании до 3000 экземпляров одежды в месяц. Здесь планируют расти. Новое направление – уличная одежда для молодежи. Бесконечно смотреть можно на три вещи. На бескрайнюю казахскую степь, на то, как отец вечером гонит домой лошадей, и на то, как мама плетет аркан. Наши предки из гривенек и ханей завязывали, то есть изготавливали веревки, арканы, так как это самое подходящее серебро. Аркан не просто веревка, а одна из самых важных вещей в жизни и хозяйстве кочевника. Без него нельзя ни юрту поставить, ни скот пасти, ни рыбу поймать. У меня родители были чабанами. И в сельском хозяйстве в то время именно этой продукции не хватало. Арканов, веревок, шнуров. Турсенбек еще маленьким наблюдал за тем, как мать плела аркан. А это тяжелый труд, который пагубно сказывается на здоровье рук. Я говорил маме, своей матери, что я рано или поздно стану инженером, начну веревку плести. От обещания и до первого запуска собственного завода прошло почти 30 лет. Все это время Турсенбек учился, набирался опыта и собирал по крупицам оборудование. Первые станки простояли в его сарае 10 лет, прежде чем все закрутилось. Вот он в таком темпе заправляется. Все станки лишь немного младше самого Турсенбека. Но даже на таком оборудовании единственный казахстанский арканопромышленник производит необходимый объем продукции. В день мы можем изготовить до 4 тысяч метров разных ассортиметров. Самый большой заказ был 40 тысяч метров черного цвета, диаметром 8. Сейчас в производстве арканы любого цвета, размера и назначения для совершенно разных нужд и целей. В строительстве промышленном альпинизме применяется, в рыболовном хозяйстве. Дальше идет уже для сельское хозяйство, например, чабанам, также корабльное строение. Сертифицированный вес, который может выдержать аркан – 900 килограммов. Однако по факту он выдерживает и гораздо большие нагрузки. Вот убедились, что какая веревка качественная. Тянет мою машину диаметром 10. Колит пропиленовая. У Турсенбека есть еще одна мечта – построить большой завод, чтобы обеспечить веревками всю страну. Вещь-то в хозяйстве необходимая. Надо сперва, как я, год обдумать, действительно решить, хочешь ты ли это, сколько у тебя выйдет, сможешь ли ты это. И начинать потихоньку. Для начала все рассчитать. Свою силу, свои умения и финансовые, ну, свои финансы рассчитать. Что-то надо на одном месте не застрять. Не придумывать какой-то товар или какую-то услугу выдумывать. Это идти надо в массы и спрашивать у людей, что им нужно здесь и сейчас. Вот тогда ты будешь успешен с точки зрения бизнеса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!